Вода, его дом, Балхаш, его родина. Балхаш – это озеро же, а мы все привыкли море, море назвать. Ирбалган Ирбасынов – рыбак. Он, как и сотни других рыбаков, живет на берегу озера Балхаш, одного из крупнейших водоемов в Азии. Однако над озером нависла угроза. Негативные последствия могут затронуть в том числе 3 миллиона человек, которые проживают на территории Балхашского бассейна. Жизнь без озера Балхаш – это не жизнь. Нам необходимо это озеро. День рыбаков на озере Балхаш начинается рано. Им надо торопиться. Пока не стало жарко, нужно проверить все сети. Летим, летим! Балхаш уникален. Вода в нем наполовину пресная, наполовину соленая. Расположено озеро на юго-востоке Казахстана. 600 километров в длину, 70 в ширину. Средняя глубина около 6 метров. Балхаш нас будет кормить и кормить. Рыбалган занимается рыбным промыслом на Балхаше больше 20 лет. У рыбака лицензия и свой определенный участок, на котором он работает все эти годы вместе с артелью. Лимит на вылов – 100 тонн в год. Конечно, рыбалка – это трудная работа. Опасно для жизни это. Утонуть можно. Хорошие ветры бывают здесь, опасные. Волны 2 метра высотой бывают здесь, на этом озере. Я сам три раза попал под шторм. Вообще страшно было. Кое-как до берега добрался. Погода для проверки сетей сегодня идеальная. Волн нет. Для успешной рыбной ловли вдали от берега нужна хорошая лодка и хороший мотор, рассказывает и Рыбалган. Промысел там намного сложнее. Но на дорогое оборудование у рыбаков средств не хватает. Артель ловит рыбу в основном недалеко от берега. Рыбалган проверяет сегодняшний улов. Здорово, как рыбалка? Нормально. Что-то маловато сегодня у тебя. Рыбы меньше, чем хотелось бы. И с этой проблемой рыбаки сталкиваются уже далеко не в первый раз. Регулярное снижение улова связано с хищником, который за последние годы значительно расплодился в озере Балхаш, рассказывает и Рыбалган. Вот змея-голова, все рыбу пугают. Потому что змея-голова хищная рыба. Скоро по всему Балхашу будет только одна рыба, это змея-голова, наверное, останется. Змея-голов супер-хищник. В Балхаше у него нет естественных врагов. Местные жители уверены, что эта рыба попала в их регион искусственным путем. Змея-голова якобы завезли из московского зоопарка еще в советское время. Если это действительно так, то получается, что нарушил экосистему озера человек. Помимо рыбы, змея-голов уничтожает лягушек, птенцов водоплавающих птиц и даже детенышей андатры. Однако Балхаш сейчас стоит перед еще одной, куда более серьезной проблемой. Озеру грозит высыхание, бьют тревогу ученые. Если Балхаш однажды исчезнет, то это будет иметь катастрофические последствия для всего региона. Тем временем Эрбалгану и его рыбакам надо подготовить сегодняшний улов. Взвесить рыбу и положить ее на хранение в лабаз. Что, Маш, хватает, наверное? Рыба на льду лучше сохраняется. Скоро ее повезут на рынок в Алма-Ату, крупнейший город в Казахстане. Эрбалган рассказывает, какая рыба еще водится в Балхаше. Эрбалган не знает, как бороться со змееголовом. Власти не разрешают рыбакам вылавливать хищника в неограниченном количестве. Кроме того, змееголов еще и очень живуч. Если его сейчас берешь, на тенек кинешь, 5-6 полежишь, потом в воду отпустишь его, уйдет сразу же, сплюет дальше. Еще час назад этот сазан свободно плавал в озере Балхаш. Скоро он станет частью скромного обеда рыбаков. Последнее приготовление перед началом трапезы. Эрбалган делится рецептом отца. Жареную рыбу с луком надо кушать. Вкуснее будет. Я так люблю. Вкусен, кстати, и жареный змееголов, но даже он может скоро исчезнуть, если исчезнет само озеро. Ученые предупреждают, чтобы спасти Балхаш, необходимо срочно принимать меры. Мэлс Елеусизов – известный эколог в Казахстане. Уже долгое время он борется с проблемой высыхания Балхаша. Судьба водоема, по словам эксперта, во многом зависит от реки Ильи, которая является основным источником поступления воды в озеро. 80% воды идет по реке Ильи. Ильи – трансграничная река, которая течет из Китая в Казахстан. За последние годы в Китае стали брать значительно больше воды из Ильи в связи с сельскохозяйственным бумом на западе страны. Ученые из Оксфордского университета изучили варианты развития ситуации в будущем. И в большинстве случаев пришли к выводу, что Китаю необходимо сократить объемы потребления воды из Ильи. Иначе озеро Балхаш высохнет. Однако китайские власти не готовы активно заниматься этой проблемой и предоставлять прозрачные данные о потреблении воды, отмечают исследователи. Более того, река Ильи протекает через Синьцзянь – уйгурский автономный район, к которому приковано внимание мировой общественности из-за преследования проживающего там мусульманского меньшинства. Вот человек, как змея голов, все уничтожает, все, что где у него, что есть. Убийство Балхаша, оно ничего хорошего никому не несет. И китайцам тоже достанется, потому что соль, поднятая со дна вот озера, полетит, всю засолит Алматинскую область, и дальше уже начнет засолять все вершины гор. Это будет страшная трагедия. Многое сейчас зависит от политики Китая, считает эколог, а также от темпов потепления климата и таяния ледников. Ведь именно ледники питают реку Ильи. Когда ледников не станет, воде в Ильи взяться будет неоткуда. Меньше воды, больше соли в озере. В таких условиях рыба просто не выживет. В будущем озеро Балхаш может повторить судьбу Аральского моря, которое уже почти исчезло с лица земли. Балхаш кормит местных жителей. Если бы не Балхаш, если бы не озеро, если уровень воды значительно снизится, то это может привести к колоссальным последствиям и потерям. Исчезнут дикие животные. Элементарно, домашние животные останутся без воды. Недалеко от озера Балхаш находится небольшое село Корой. Здесь, в частности, живет рыбак-эрбалган-эрбасынов вместе с женой, старшим сыном, невесткой и внуком. Младший сын уехал в Алмату. Жизнь в селе Корой непростая. Население около двух тысяч человек, но крупных предприятий тут нет. Время в Корое замерло. Та же картина была здесь и 20 лет назад. Многие сидят без работы, кто-то пытается искать случайный заработок. А кто-то занимается разведением скота. Эта сфера также во многом зависит от воды, от того, есть ли вода в реке Эли, питающей Балхаш. Для многих жителей озера, по сути, единственный источник пропитания, рассказывает рыбак-эрбалган. Ведь он сам когда-то занялся рыбной ловлей, чтобы прокормить свою семью. Другого выбора не было. Я сам из этих мест. Если мы не будем сохранять нашу природу, не будем следить за ней, не будем элементарно защищать ее от тех же пожаров, то наши внуки и наши дети в будущем не смогут здесь жить. В Корое Эрбалгана все знают, он пользуется здесь уважением. Односельчане обсуждают, что они будут делать, если вдруг вода в реке Эли закончится, а Балхаш начнет погибать. У жителей села есть любимая песня о Корое и озере. В ней поется о том, какой это богатый и щедрый край. Мы хотим, чтобы вода всегда была и в Балхаше, и в Или. Эрбалган любит по вечерам приходить на берег Балхаша и любоваться закатом. Он надеется, что люди все-таки осознают ценность этого озера и спасут его, не дадут ему погибнуть. Субтитры создавал DimaTorzok